Сомнений больше нет. Вторая очередь дороги на Раздольный будет достроена. Конечно, мне в тот район надо будет попасть, приходится объезжать. Зачем ее объезжать? Если тут осталось 900 метров, туда напрямую. В любом случае, этот застой уже надоел. Напомним, в марте 2014 года муниципальный контракт на строительство второй очереди дороги был заключен со столичной компанией «Стройсервис». Москвичи построили первую очередь. Сроком ввода объекта в эксплуатацию тогда значился декабрь того же года. Подрядчики сначала стали отставать от графика, а потом и вовсе остановили стройку. И над объектом, домокловым мечом, нависла угроза попасть в список долгостроев, затем суды и расторжение контракта. Дороги быть. Приняты все меры для того, чтобы объект завершить, сказал губернатор Вадим Потомский. В июне в эфире нашего телеканала глава области подтвердил, что правительство прикладывает максимум усилий, чтобы все юбилейные объекты, в том числе и раздольные, были открыты. Из 16 объектов, оставшиеся, 15 мы должны ввести в этом году. В том числе я имею в виду и улицу Раздольную. То есть по улице Раздольной мы будем пытаться сделать все, чтобы этот объект завершить. Даже своими силами, даже в таких тяжелейших условиях. Достраивать Раздольную будет дорожная служба. 20 июля состоялся открытый аукцион на определение подрядчика. Губ дорожная служба выиграла тендер. Это областное предприятие строит, ремонтирует, отвечая за содержание региональных трасс и дорог областной столицы. У нас есть и находящийся буквально в нескольких километрах отсюда один из самых мощных наших асфальтобетонный завод в Орловском дорожном отделе. У нас тут же на силикатном базе нашей техники. Соответственно, есть и самосвальная техника, и фрезы, и катки. Сумма по контракту свыше 200 миллионов рублей. Из них 136 миллионов есть уже на счетах, на наших и 70 миллионов. Я напоминаю, это те деньги, которые были уплачены в качестве аванса предыдущему подрядчику. И сейчас находятся в процедуре возврата гарантийных обязательств. Глава дорожной службы Евгений Гончаренко лично оценивает фронт работ. Сказать, что объект сложный, а объем работ большой, значит не сказать ничего. Подрядчику предстоит не только строить, но и проводить работу над ошибками. Сейчас необходимо производить исследование той ситуации, которая сложилась по работам предыдущего подрядчика. Искать, в общем-то, и подключение, и сети, и все остальное. Это достаточно трудоемкий и сложный процесс. Речь не идет о строительстве только дорожного полотна. Основная сложность вызвана именно перекладкой коммуникаций. Мы ни в коем случае просто не допустим того, чтобы по каким-либо причинам этот объект не сдался. Единственная сложность, о которой я могу упомянуть, это именно сроки исполнения в этом году. То есть нам по максимуму стоит задача выполнить до снега. За все ситуации на площадке будет вестись круглосуточный надзор. Будет онлайн видеокамеры поставлены с независимым питанием. И так для того, чтобы просматривать весь объект с хорошим разрешением, с поворотом. Для того, чтобы можно было контролировать каждое технологическое действие. И если что будет идти не так, в общем-то, дистанционно даже где-то что-то поправлять. Срок окончания работы – июнь 2016 года. Директор дорожной службы Евгений Гончаренко говорит, есть все основания полагать, что объект, столь нужный городу, достроим раньше. Правительство региона и департамент строительства будут контролировать все этапы проведения работ. Наталья Пехтерева, Олег Фомин, телеканал Первый областной.